Дошкольник Серпокрылов Поэтому до часу дня Серпокрылов был свободен и одинок Но одиночество не мучило его, ведь он был занят военным делом Взявши винтовку наперевес, солдат Серпокрылов крался вдоль забора, стараясь подстрелить какого-нибудь вражеского разведчика или адъютанта Около клуба ему попался почтальон дяди Илюша, который мгновенно был ранен в ногу «Смотри, Лешка!» — крикнул дядя Илюша «Сколько снегу навалило! Пора тебе надевать маскировочный халат» Сержант Серпокрылов стрельнул еще разок, но, как видно, не попал Прихрамывая, дядя Илюша бинул по деревню Он кидал газеты и письма в почтовые ящики, приколоченные калитком Из проулочка тем временем появился неприятельский батальон, обутый в красные сапоги «Солдаты! За мной!» — шепнул своим разведчикам старшина Серпокрылов «Возьмем их в клещи!» Будто лавино обрушились разведчики на врага Хлопая от ужаса белыми маскировочными рукавами Вытягивая в страхе белые маскировочные шеи И даже маскировочного гагача Враги рассыпались по огородам и замаскировались Вдруг послышалось ворчание танка Лязгая гусеницами из-за ближайшего блиндажа Вывалился тяжелый бронированный механизм «Погибать так с музыкой!» — крикнул лейтенант Серпокрылов Держа в руке противотракторную гранату Раздался чудовищный взрыв Механизм выпустил облако дыма И отправился погибать в сторону силостной ямы После боя установилась над землей тишина Такая тишина, которую не услышишь в мирное время Но это была обманчивая тишина Со двора плотника Мэринова вдруг послышался виск Илай «Вперед! По-пластунски!» — скомандовал капитан Серпокрылов Упал в снег и стремительно пополз к забору За которым разгорался невиданный бой Заглянув в дырку между штакетин Майор Серпокрылов быстро оценил обстановку «Штыки!» — послышалась команда «Ребята! Рубай их! Не подведите своего подполковника!» Град снарядов и огня обрушился на врага «Спасибо, товарищ Серпокрылов! Ваши активные боевые действия привели к полной победе!» «Я, солдат!» — скромно ответил полковник Серпокрылов Дошкольник хотел продолжить путь боевых подвигов Как вдруг заметил огромного с пушистым хвостом солдатика Привязанного за веревку к конуре «Ты! Мой трофей!» — сказал он и отвязал веревку Потягивая за собой недопеска, дошкольник вышел через калитку на улицу Победные флаги трепетали над головой генерала Серпокрылова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...